Привет, друзья! С вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Songs of Six. Мы с вами остановились на том, что у нас был прогресс, связанный с количеством свободных людей. И, как видите, этот прогресс стал регрессом. У нас теперь нет свободных людей. Объясняется это всё очень просто. Я решил всё-таки сделать страшную мыслю давным-давно, запавшую в мою голову. Да, решил ночью посмотреть. Короче, сделать вот эту вот зону, где у нас добыча камня, и максимально её выкачать. И, в целом, это дало свои плоды. У нас теперь есть огромный запас камня, а именно производство, ну, около 300 единиц в сезон, то есть 1200 в год. И этот камень мы перерабатываем, естественно, в резной камушек, и его продаём нашим товарищам, для того, чтобы зашибать бабки. Нам сейчас нужно больше всего направить на продажу, для того, чтобы мы могли зашибать бабки, чтобы закупать экипировку. Чем мы будем, в принципе, сейчас и заниматься. Ну, и в придаче у нас есть гигантское просто количество народу, который хочет к нам примкнуть, и мы этим тоже, вероятнее всего, займёмся. Сейчас только проверю. Так, здесь у нас, да, универы выключены, полигон, я ещё один полигончик доставил дополнительный. То есть мы теперь можем обучать одновременно около 400 там с чем-то человек, что, в принципе, неплохо. Вот, и два склада, которые один под броню у нас будет, давайте, максималка, и второй под оружие. Нам, хотя стоп, максималка, наверное, не нужна. У нас сейчас сколько войска должно быть? По идее, мы должны полностью всех переобучить на военных. То есть, грубо говоря... О, у нас сегодня будет тысяча народу, кстати. Короче, надо всех переобучить. И запас им сделать Х3. Соответственно, у нас должно быть 3000 брони. Желательно. И 3000 экипировки. Попали в больнице, вообще плевать. Так, и 3000 вот этого, да? 3000 брони. Есть? Есть. Теперь это всё будет закупаться. Естественно, все наши деньги улетят в трубу. Ну и сейчас будет, по идее, небольшой коллапс. Готовы ли вы к коллапсу? Мы сейчас запустим где-то 120 человек. Единовременно. И это точно скажется. Единственное, что я, наверное, немножечко подрихтую. Я здесь просто добавил ещё больше мебели, ребятам. Но мне кажется, по мебели мы просто не выжмем. Надо либо заготовить ещё одно производство. Я почти везде уже просто поставил по 8 инструментов. То есть, здесь у нас добыча древесины уже 16 единиц. На скотобойнях до 4 до максималки догнал. У нас здесь уже 1300 мяса в год. То есть, я в целом пытался оптимизировать. Добавил ещё инструмент крафт. Ну, короче, пока по инструментам мы находимся в плавающем состоянии. Мы выходим в плюс. Но этот плюс нам буквально 10-30 инструментов, не больше. Поэтому я думаю, что нам нужно с этим аккуратно. Ну, давайте. Хорошо. Отстроим ещё одних плотников. У нас сколько? У нас 5000 очков. Сколько у нас стоит апгрейдить плотника? Полторы тысячи. Не, в сраку. Я не готов столько платить. Точно, нам же ещё надо этот развить. А я этих прокачал? Та и уйди. Вот кого мы ещё не прокачали. У нас лаборатории закачаны только на один инструмент. Но к этому мы ещё вернёмся. Хорошо. Давайте пульнём ещё одних плотников. Абалях, у них выход боковой. Давайте вот так тогда сделаем. Просто, но со вкусом. У нас 3 человека свободны. Давайте я сразу запущу. У нас сейчас будет небольшая просадочка. Но ничего страшного. Тихо, 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 тихо. 900. Так, у этих ребят поднимаем до сотни. Всё, загоняем 120 человек. Не знаю, где они сейчас жить будут. Так, я теперь вождь. Тысяча населения. Замечательно. Знать 5 разблокирует администрации. Супер. Как видите, настроение сразу же резко подупало у ребят. Сейчас мы должны будем отконтролировать абсолютно все показатели. Что не так просто, как кажется. Поэтому готовимся. Так, мебель проседает. Древесина вроде пока норм. Камня дофига. Еда вроде бы пока норм. Что вам мешает достроить? Понял. Давайте, 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 давайте. Результат давайте сразу, пожалуйста. Сейчас инструменты сразу просядут из-за того, что мы ставим мебель дополнительную. Так, сюда сразу же залетает 15 человек. Начинают гиперреактивно делать мебель. Насколько это возможно. У этих 2,8 показатель. А, они ещё инструменты не взяли, точно. Сейчас они хапанут инструменты. У нас денег нет, лол. У нас денег реально 300 копеек. Это сильно. Но зато и шанс рейда низенький. Замечательно. Так, шмотки начали улетать. По шмоткам у нас тоже могут быть проблемы, если что. Хоть у нас и кожа до хера. Но на шмотках у нас и так максимум. То есть, 8 инструментов. 21 человек. Есть шанс, что придётся ставить ещё производство. Но я к этому готов. Морально, во всяком случае. Морально, я к этому готов. Так, мебель всё равно вся улетает. Сейчас ребятки затарятся инструментами. Так, а я здесь всех поставил? Да, здесь везде все стоят. Дерево начало улетать, но они затариваются. Они когда приходят, им надо забрать всю древесину, всю мебель, которую они недополучили. Назовём это так. Поэтому сейчас небольшой период будет довольно сложным. Но мы с ним справимся. К нам ещё дварфы хотят. Дварф, угомонитесь. Мне вас так много пока не надо. Но это пока. То ли ещё будет. То ли ещё будет. Так, проверяем. По всем показателям пока вроде мы норм. Что самое удивительное, даже по хлебу норм. Так, инструменты подпросели. Ну, я понимаю. Я понимаю, это скорее всего временное явление. Короче, пока что это временное явление будет дёргаться. Мы его не трогаем. Так, что у нас ещё по плану? А что у нас ещё по плану? У нас теперь три столовые. Здесь я сделал дополнительные склады для рационов. У нас теперь конечный запас рационов до 34 тысяч. Что, естественно, тоже положительно будет влиять на настроение народа. Здесь я тоже загрейдил максимально инструментами. И у нас сколько выходит уже? 950 рационов в год. 950. То ли 850, то ли 950. Короче, рационов в год. Что в целом, мне кажется, очень хорошим показателем. Так, по дереву мы можем хелпануть нашим ребятам. У нас как раз 100 человек сейчас свободны. Собрать усё. Собирайте вот это дело. По-хорошему, нужно всё равно выдержать дальше по количеству народ. По очень простой причине. Если мы не выдержим, то мы опять уткнёмся в то же самое кольцо. Что мы доставляем там производство лаборатории, либо ещё что-то. И у нас заканчиваются люди, и нам опять нужно нанимать людей. И вот так по кругу может повторяться, а вот этого нужно избежать как раз. Нам нужно сделать запас. Запас, который я потрачу несколько игровых лет на обучение военному делу. Ещё чему-то. В том числе, кстати, образование. По образованию мы сейчас, скорее всего, ещё сильнее просели. Поэтому надо будет иметь запас. Так, мебель вроде бы пытается вверх выйти. Инструменты, похоже, стабилизировались. Поедя всё чики-пуки. Отлично. Самое удивительное, что мы всё ещё успеваем что-то продавать. Так, запасы по вооружению. Этому по тысяче уже, да? Склад импорта забит. А не склад импорта они разгружают. Ребяточки, вы чё, вы чё, вы чё? А, я сюда не могу людей накинуть. То есть я только на склады могу, да? Сейчас мы сделаем тогда ещё одну финтифлюху. Здесь я оставлял, да? Да. Нам надо сейчас передислоцировать. Я понимаю, что это ему, может, не сильно удобно будет. Но меня это как-то мало волнует. Так, ставим сюда по два работничка. И с нашего центрального склада убираем. Всю экипировку. Будьте добры, ребятки. Я понимаю, работы много, но её надо сделать. Её прям-таки надо сделать. Они, скорее всего, сначала отсюда заберут, да? Очень на то похоже. Или нет? Да, сюда всё-таки перетаскивают по чуть-чуть с разных сторон. Всё, ждём, чтобы перетащили. Тогда будем двигаться дальше. Так, с этим разобрались. Мебель пошла всё-таки вверх. Инструменты шатковалка, но вроде бы удерживаются. Инструменты очень дорого крафтить, грубо говоря. Но мы пока вывозим. Самая большая борьба у нас была за уголь. Потому что с углём у нас прям жопашка. Жопашка огромная. Дальше у нас апгрейды, по сути, лучше уже технологические делать, потому что мы можем не вывести. По углю мы вышли в 5,4. И это при работе 42 людей. Вы представляете? Сколько у нас среднее производство? Среднее производство 500-700, грубо говоря. За сезон, то есть это 2000 в год. 2000 в год угля у нас улетает просто щелчком пальчиков. Это нужно понимать. Так, с одёжкой вроде бы тоже стабилизировались, да? Покажите. Одёжка пока ещё там минус 15, минус 20, да? Но вроде бы стабилизируемся. Просто если одёжку дальше грейдить, то либо через производство портной, где у нас вот... Ну, кстати, дёшево, давайте загрейдим сразу. Вот, либо же добавлять производство. А добавлять производство, конечно же, не хочется, как вы понимаете. Хотелось бы этого избежать. Так, ну вроде бы всё, что могли, выжили. Вроде бы всё, что могли, выжили. Всё, мебель полетела вверх. Драгоценности мы закупаем. Руда у нас запас есть. Тут продолжают закупать экипировку. Всё, супер. Супер-пупер. Теперь нам нужно ещё 100 человек принять. И тогда мы можем кутить, отдыхать. Вообще топчик будет. Вся сложность в том, что чем больше мы накидываем им в плюсы сюда, в фурнитуру, тем сложнее нам развиваться, грубо говоря. То же самое с вещами. То же самое с едой. То есть, чем больше мы начинаем их нагружать, накидывать, тем сложнее у нас должно быть производство. Ну ладно, мы с этим как-то смиримся. А, че-че-че, инструменты, вы че, вы че, вы че, тихо, 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 тихо. Давайте без паники. Тут че-то минуснулись. Какое-то большое производство, видимо, перезаказало инструменты. Это больно. Самое смешное, что, кстати, информацию почему-то по инструментам я не нашёл. Но я подозреваю, что она работает точно так же. Точно так же, как и шмотки. Потому что если мы откроем инфу по доступности и посмотрим шмоточки, то мы увидим, что здесь срок службы одного комплекта 10 дней. То есть, грубо говоря... Грубо говоря. У нас годы это сколько, дождь? Год у нас выходит 16 дней, правильно? Правильно. То есть, чуть больше полугода они носят один комплект, а мы им выдаём уже по два комплекта. То есть, на одного человека приходится, грубо говоря, там 3,5 комплекта в год. А таких людей у нас 900. И теперь, если мы посмотрим... Ой, не то. Если мы посмотрим, то да, по одёжке мы начинаем проседать. Потому что у нас забирают 238, и она ещё по чуть-чуть портится. Что тоже не очень хорошо. Ну, пока не критично. Но в любом случае, шмотки можно будет умножить. Это несложно. А, ещё самое важное, что я прокачал, как мне кажется, что оно капец как помогло, это, собственно, обслуживание зданий. У нас теперь гораздо реже появляются поломки, из-за чего мы не тратим тонну ресурса, причём как металла там в лаборатории, древесины и всего этого подобного. У нас сохраняется больше ресурса, и жить становится легче. Так, по образованию, да, просели опять до 33%. Мне кажется, что настало время, когда мы должны выйти в рождаемость. Что-то мне подсказывает, что это время настало, потому что... Мы сможем тогда через школу проводить людей, сразу получать 60% образования, вместо, там, 10 условных, с которыми они приходят. И экономить тонну времени на образовании. Ну, во всяком случае, для людей образование очень важно. Всем остальным на него, в принципе, плевать. А людям образование прям надо. Ну, либо забить болт, потому что это надо будет целую инфраструктуру строить. Это нужны будет куча школ, куча родильных этих домов. Ясель, или как они там называются. И к этому всему в родильных домах нужно их ещё и кормить. А кормить нужно, по-моему, только фруктами. Сейчас, подождите. Где у нас, где у нас, где у нас, где у нас инфраструктура? Нет. Нет. Тоже нет, стоп, а где? Размножение, вот. Так, если мы посмотрим, да. Родильный дом потребляет... Ещё и ткань ему надо на ремонт и настройку. И при этом всём он потребляет... 50 фруктов. 50 фруктиков. Ну, то есть, грубо говоря, нам нужен будет прям большой объём фруктов для того, чтобы это всё пережить. Пока откладываем идею тогда. Я просто посмотрел, что с эмигрантами они обижаются на то, что у нас есть эмигранты, только первая небольшая продолжительность времени. Пока они только заезжают, грубо говоря. А потом забивают болты и живут своей жизнью. Вообще без проблем. Без какой-либо лишней мысли. Поэтому, я думаю, мы это проверим. Так, нам нужно пополнить наши ряды. Давайте увеличим наши войска. У нас войска максимальное количество... Так, здесь мы изменим сейчас. Давайте подгонять под стандартизацию, которую мы заложили изначально. Так, 2 единицы, 3 единицы. Так, замечательный расчёт у нас был на 1000 народу. Так, сейчас мы вот как поступим. 450, да, всё правильно. Здесь добавляем до 3, здесь добавляем до 3. Добавляем максимально. У нас здесь выходит 750. И чтоб вышло 900, нам нужно просто добавить ещё одно подразделение. Но они уже будут квалифицироваться как дальники. Сработает? Скорее всего, да. При том, что луки я пока не закупаю. Но, скорее всего, придётся. Так, занижаем все показатели. Но вот беда в том, что мне бы ещё 200 человек. И было бы вообще песнь. Но, к сожалению, это пока не то, чтобы реально. Так, по жилым кварталам. Что мы можем сварганить? Я понял, как мы будем развиваться дальше. Мы не будем дальше квартально застраивать. Это не оправдало себя, назовём это так. Нам гораздо выгоднее будет просто ставить небольшие жилые массивы в тех местах, где у нас разрастается производство. Либо делать вот такие массенькие деревеньки. То есть по-другому просто нет варианта, мне кажется. По-другому оно того не стоит. Так, сейчас ещё здесь проверим. По блюдам всё ещё проседают. Харчевни почти не пользуются. Но при этом жалуются, что их не хватает. За счёт доступа... Харчевни, кстати. Мы можем сделать одну шнягу с харчевнями. Почти то же самое, что я сделал с столовыми. По идее, очень простая схема и должна быть результативной. У нас вот есть харчевня. Мы её копипастим, выносим куда-то сюда. Вот так, с двойным переходом. Вообще красота будет. Выносим харчевню одну сюда. Одна у нас здесь. Она забирает большую часть народу в этой стороне. Тут у нас будет тюрячка. Где она точно будет? Тут у нас будет развиваться ещё этот. Тюрячка, соответственно, будет здесь. Можем где-то вот здесь и сформировать столовочку. Можно с выходом в туалет. Почему нет, кстати? Почему нет? Идея, мне кажется, идеальная. Так, поехали. Всё это переместим и тем самым мы можем вот эту харчевню разобрать. Потому что она здесь больше не нужна будет. А на её содержание уходит очень много средств. Давайте. Делит. Убрать каку, соберите ресурсы. Рабов себе оставьте. Мне пока не горит. Чем вы быстрее вот это построите, тем лучше. Так что давайте. Сейчас будем просто разбивать на небольшие такие лагеря. Что, в принципе, нам должно помочь. Закрыть их эту потребность упоротую немножко. Так, по камню улетели в дичайший плюс. Камень резной вылетает. Давайте глянем, сколько у нас камня резного улетает на продажу. Ну, кстати, продаём вообще херню. 59 камня в сезон. Это 200 камня в год. Ребята, шо у вас не так? Эээ, у вас людей мало. У вас инструменты есть, грейдов нет. Грейдов же нет, да? Да, технологии нет, но у вас мало народу. Ну, просто если их сделают 12, мы будем продавать 400 камня. 400 камня, это у нас сколько? А 4 тысячи? Ну, хотя 4 тысячи, оно так ощущается. Честно говоря, оно прям чувствуется. Так, я не изменил уже настройки закупки. Подождите, подождите, подождите. Мы поставили закупка 1500, а нам надо закупка 2700 хотя бы. Всё. Ребятки, тратите бабло, ни в чём себе не отказывайтесь. Пока у нас нет бабла, у нас сильно снижается риск нападения на нас, поэтому всё супер. Тем более, так как войско у нас пока не пахнет даже, то в целом меня всё устраивает. Так, шо у вас здесь ещё? Так, по населению они отходят от мигрантов. Хорошо. Большинство замечательно. Закон, шо с законом не так? У нас просто какая ситуация? Из-за нашей добильной инфраструктуры Мы ловим товарища О, лол, кого-то казнили. Ну, короче, мы ловим товарища Арестовываем Проводим судебные, собственно, дела Но наказания у нас как такового нет. Вот в чём глупость ситуации. Я вообще думаю, нахера нам ставить тюрьму здесь? Если мы можем тюрьму спрятать куда-то в гору, в жопу, куда мы, скорее всего, лезть не будем. То есть, грубо говоря, вот в эту гору, например, запрятать. Ну, типа, нахера они нам в центре города почти? Это же логично. Правильно? Правильно. Короче, давайте, да. Сейчас заготовим тюрячку где-то вот здесь, в самом аду. Тем более, что видите, сколько у нас здесь свободного народа бегает? Делать им нехер, понимаешь ли? Так, хорошо. Давайте, большой проект. Можем даже сделать... Хотя нет, лучше не делать, лучше квадратное всё-таки. Так, здесь вы пока можете пройти сами. Смотрите, выдалбывайте здесь вот так в три блочика. Заходим внутря. И вот здесь, в внутрях, у нас будет гигантская тюрячка. Я не знаю, осилим ли мы такого размера тюрьму. Но в целом идея неплохая. Я так понимаю, что просто мы первых пленных, которые будем брать, мы их сможем запихнуть, по идее, как раз-таки в тюрьму. Поэтому идея в целом очень даже неплохая. Так, замечательно. Тут разобрали, тут разобрали. Там уже запускают, да? Да, тут уже стройка заканчивается. Давайте, ребятки. Тыц-пердыц, быстренько харчевни понакидываем. Я думаю, что все должны остаться довольны в конечном итоге. Так, здесь оставляем автонайм. Все правильно. По идее, они точно сюда смогут приторбанить хлеб, а больше, в принципе, ничего не надо. Так, здесь тоже почти завершили. Вход через туалет. Нормально. Я так и планировал. Так, и вы до складов тоже дотягивайтесь. Все, замечательно. Работка есть. Так, что у вас по услугам? 21% минус 17 пока что. Но сейчас они поймут, что где расположено. И, по идее, процент должен расти. Собака, если ты не будешь расти, я тебе глаза выколупаю просто. Но падает. Но собака падает. Так, минус 0,2. Сейчас новый день начнется, когда у них жор. Не, оно продолжает все равно падать. Тогда я не могу разгадать эту загадку. К сожалению. Хотя загрузка здесь 58. Здесь 67. Выпендрежники, получается. О, пошло в плюс. Наконец-то, подали, что харчев не есть. Они есть. Кушайте на здоровье вообще. Без проблем. Так, ребятки, что, начали зарываться? Начали. Давайте я здесь сразу дорогу прокину. Так, у нас здесь мини-центральная туса. Так, два блочика и заходим под углом, наверное. Так, дорожку сюда. И здесь тоже надо будет под углом пройти. Так, давайте сначала основу закинем. Основа есть. Закидывайте сюда. Красота, красотулечка. Так. Так, теперь здесь надо подрихтовать. Немножечко. В тех местах, где можно двойную сделать, надо сделать двойную. Все, красота готова. Красота готова. Здесь будут у нас узники Аскабана. Так, хорошо. С этим разобрались. Здесь у нас огромная территория остается пустой. В целом я не отменяю ту идею, которая у нас была давным-давно. Поставить здесь гигантский склад. Который будет что-то типа подпоркой для этого основного. Это у нас, по сути, все-таки основной. Центральный логистический хаб. Но мы его можем подкорректировать. Для меня очень много загадок с этими харчевнями, честно говоря. Вот эти достают до харчевня? Достают. Пробегающие отсюда мимо достают? Достают. Те, которые здесь живут? Достают? Достают. Какие ко мне вопросы? Просто задаюсь. Я ж чист. Я ж вообще не при делах. Мне что-то инструменты не нравятся. Они что-то прям нормально скачут, слушайте. Что-то прям хорошо скачут. Бумага начала еще слегка скакать. Хотя с чего бы вдруг. Ну все остальное на удивление держится. Хорошо. Будем фантазировать тогда по пути прям. Ладно. Бог с этими харчевнями. Что у нас там дальше по услугам? Что мы не дожали? Пивандрии. Пивандрии. Точно пивандрии. Я думаю, что я соберу 200 свободного народа попозже. Что-то мне подсказывает. Что-то мне подсказывает, что по-другому оно не получится. Хорошо. Давайте рассматривать вариант пивандрии. Запустим сейчас мини-производство. Давайте закинем сюда одного человечка. Дадим ему тонну инструментов. И посмотрим, что он сможет выжить. Образование тут тоже важно. Да понял. Идем нахер. И буст мы тоже можем заиметь. Технологий у нас пока ноль. Так. Один человечек. Где ты? Я его не вижу. Во. Пришел. Так. Сбегал за ресурсом. Меня вот смущает, что здесь будут конские затраты по углю и по керамике. Это меня очень сильно смущает. При том, что сам показатель у нас поднимется на сколько? Так. Столы это одно. Но у нас еще есть показатель выпивошничества. Какой здесь максимум? Максимум 4. То есть мы здесь можем поднять до 25%. По идее. Это интересно. Это очень даже интересно. Ну окей. Так. То есть в принципе ты... А он не может инструменты набрать. Рука жопы или шо? По керамике да. Придется очень грубо контролировать количество производимое. Я думаю, что просто мы сейчас затаримся всей экипировкой. И технически мы можем закупать керамику дополнительно. Если нам ее будет не хватать. А вот с углем. Я чуть не уверен, что у нас получится прям сильно закупать его. Так, 0.25. Он выходит в пятерку. То есть грубо говоря, он где-то в семерку может выйти. В лучшем случае. Если будут все инструменты и все налажено. Семерку при затрате полутора. Ну с бустами выглядит уже не так плохо, слушайте. Давайте тогда загрузим сюда 14 человек. Выдадим ему инструменты. Сейчас у нас правда кузнецы охереют от поставленных задач. Мы по идее можем еще одну кузницу поставить. Но это уже будет больно. Но суть в том, что инструменты это имба. Я понял, что есть две имбы в этой игре. Первое это удовлетворение интересов непосредственно жителей. Связанных с их личным бытом. А это еда, одежда и все остальное. Ну и инструменты. Инструменты это грязь. Инструменты это грязь как она есть. Давайте сюда ставьте, короче. Я чувствую, что на 100% будут просадки, поэтому... Лучше перебдеть. Так, собрали 0.33 инструмента. 0.4. О, это хорошо. Сейчас надо будет опять корректировать потребление угля и железа. Но я думаю мы справимся. А, стоп, нахера, нахера, нахера. У нас же тут голяк. Запускаем сюда просто 12 человек, да и все. Это пока пусть стоит просто. Так, шпокойно, шпокойно. Понимаю, что дорогое удовольствие. Но ничего не поделать. Всегда, мать его, надо перепроверять. Так, где активировать пока? Так, сюда ребяток еще накинули. Они сейчас увеличат производство. Здесь у нас 2.5, да, они инструменты еще себе доберут. Так, и что у вас получается, ребята? 177 выпивки, 180. Уголь у нас проседает, уголь не проседает. Даже керамика вроде не проседает. А как это бывает такое? Как это работает? Я не понял. Сейчас, мне надо перспективу посмотреть. Пока очень странно, что мы ничего не теряем. Уголь-то точно терять начнем. Уголь у нас там вообще на соплях держится. Все равно в плюс добавят. Как это выходит? Ладно. Окей. В принципе, как я и рассчитывал. При инструментах почти максимальных у нас выходит почти 8 бухла. 8 бухла при затрате довольно малого количества ресурсов, если что. Это меня несказанно радует. И как это радует наших людей? Уже плюс 25 хочешь вступить. А ну-ка, покажите, покажите. И это мы только подняли рацион... Где? Да, вот, питьевой рацион только до 11% сейчас подрустся. А они уже там сутся кипятком от счастья. Это хорошо. Я бы даже сказал, это замечательно. При том, что у нас производство годичное будет смешным. Насколько я это представляю. Так, инструменты все еще просаживаются. Спокойно, спокойно. Не нервничаем. Следим за ситуацией. У нас мебель опять улетела в небеса, да? И дерево начинает падать. Хо-хо-хо. Проблемка. Так, сколько у нас по инструментам? Мы вышли плюс 80 инструментов, да? Ребятки, давайте тогда это... Чутко угомонитесь. Нам инструменты, точнее мебель продавать сейчас не с руки совсем. 730 уже. Ну, слушайте, пока это выглядит прям как хорошее очень производство. При том, что на одном здании. И это без бустов. Погодите, у нас еще бусты есть. Где у нас алкашечные? Алкашечные у нас вот. Брювери бонус по 10% точно так же. С самого дешевого до самых топовых. Это меня очень сильно интересует. И сколько за год вышло? 856 бухла за год. Хм. Кажется, да. Кажется, что я забью на армию вообще. С таким успехом. Это самая большая ошибка, которую можно допустить. Но в целом мы можем сейчас вырасти где-то до полутора тысячи населения, наверное. Вообще без проблем. Грубо говоря, даже без препятствий. Что мне нравится, конечно. Но странное ощущение имеется. Кстати, если я вот здесь просто поставлю жилой квартал, мне же никто ничего не скажет, правильно? Вот у нас здесь тупое место, которое я ни к чему не мог применить. Но если мы сюда лупадем квартал, будет вообще идеально. Хобача. И все. Дело в шляпе. Полезно, удобно. Близко к множеству производств. Еда под боком. Тупзолит под боком. Развлекуха под боком. Шо не так? У нас как раз сколько там? Восемнадцать человек было? Недозаселенных. Но сюда заехали другие. Понял? Ребята поняли, что лучше мы заедем. Зачем тратиться лишний раз? Так, производство сейчас еще отточится. Дойдет все-таки до восьмерки, скорее всего. И я думаю, за год у нас будет еще веселее цифра. Возможно, даже больше косаря. Мы можем даже здесь посмотреть по прогнозикам. Отстань. Так, у нас здесь двести семьдесят пять. Ну да, это косарь. Косарь сто двадцать будет где-то. Косарь сто двадцать, но они особо не хранят. Вот в чем проблема. Они сразу же дергают пивандри. Меня вот что смущает. А я здесь максимум выставил? По-моему, мы здесь максимум выставили. Ну, в том плане, что производительность стопроцентная. Но я бы перепроверил, на самом деле. Я бы перепроверил. Сейчас, где у нас здесь показатель? Базовый темп четыре. Ну, вроде бы да, это максимальный. Хорошо. Так и быть. Я на свой страх и риск. Давайте вкинемся в производство. Нам, правда, сейчас за образование надо браться. Ну, ладно. А не обухле думать. Так, давайте вкинем сюда двести пятьдесят. Вкинем сюда четыреста еще. Три бонуса. То есть тридцать процентов повышаем. Итого должно выйти около полутора тысяч. В год. При том же... При той же затрате ресурсов. Вот это самое важное. Что мы не тратим сырьевой ресурс почти. Ой-ой-ой-ой. Одежка пошла на днище. Просто на дном. Одежку надо ставить еще одно производство. С одежкой мы уже не вывезем, потому что... Потому что что? Ну, ладно. Чуть-чуть можем вывезти, но я не знаю, повлияет ли это настолько кардинально. Так, портные. У вас же все инструменты. Инструменты все. Производство максимальное. Придали мы сколько? Тридцать процентов дали от буста. Прошлое производство было тысяча в год. Ну, тысяча в год это маловато, судя по всему. Ну, сейчас глянем. Если что, вырулим в конечном итоге. О, боже. Гроза. Так, у нас даже появляются запасы небольшие по алкашке. Это уже прям пугает, слушайте. Это при том, что мы все еще находимся на двух полях, чтобы вы понимали. У нас два поля зерна. Все, у нас больше ничего нет. Мы за год производим сколько там? Восемь тысяч его. Восемь тысяч за год произвели. Три сезона щелкаем лицом. Потом опять восемь тысяч. Это какая-то магия. Я не до конца верю в то, что это происходит. Вообще в то, что мы можем производить и не терять. Все на свете. Керамика, да, удерживается. Как была 790 и 800, так и осталось. То есть вот это потребление в 140 для керамики вообще... А, я по-моему знаю почему. Мы же продаем керамику. Подождите, подождите. С какого деления мы ее продаем? Так, это камень. Вот керамика. Мы ее продаем как раз 795. Понял. Вопрос закрыт. Давайте поднимем до 800... До 918. Что я видел, что она на пределе. Да, наши гораздо больше керамики производят. Такое ощущение. Такое ощущение, что гораздо больше. Да, потому что вычет идет перед экспортом. Да, да, да. Вон она растет вообще без проблем. Понял. То есть мы можем ставить два производства алкашки. И по идее себя нормально чувствовать и по углю. Но с углем не уверен, честно говоря. С углем что-то не уверен. Но по всему остальному мы должны чувствовать себя нормально. Давайте. Херанем так херанем. Мне не жалко. Все ради кайфа и удовольствия наших жителей. Нам главное везде оставить запасы. Запасы по месту для производства. Вот это самое важное. Все остальное в принципе можно подправить, как-то подкорректировать. А это прям важным. Так, закидываем сюда еще... А, не достроено. Прошу прощения. Так, закидываем сюда еще 14 человек. Тоже выдаем им тонну инструментов. И теперь будем следить. С большой долей вероятности по инструментам мы не сильно, скорее всего, просядем. Но зато мы выйдем вообще в мегабуст по алкашке. Мегабуст по алкашке, что привлечет еще больше народу. Что меня, несомненно, радует. Так, меня смущают вот эти людишки, которые жалуются, что им жить негде. Так, вот здесь я еще понимаю, в чем может быть проблема. Тут все заселено, да? Все заселено. Давайте добавим немножечко жилой массивчик. Тут я на всяк пожарный заклеил стеной. Я не знаю, просто смогут ли враги проходить через пещеры. Но я решил перестраховаться, молясь. Давай, 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 давай. Сейчас здесь большинство должно угомониться. Нет, им вообще похер. А, нет, все, угомонил. Во, 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 понимаю. 7 человек осталось. Давайте глянем, где они. Это где было? Здесь вам не хватает жилья. А, ну да. Вы же здесь работаете, и вам что туда, что туда далеко двигаться. Отчасти я вас понимаю, да. У нас здесь есть запас. Честно говоря. Это, возможно, будет неправильно. Бухлишко это шумное производство. Это шумное производство. То есть там не получится так в упор прям. Но мы можем не в упор, кстати. Мы вообще много чего можем. Было бы желание. Короче, выкапываем просто вот здесь вот этот шмат. Открываем полный проход в столовую. Вот таким образом. И тем самым здесь можем поставить небольшой жилой модуль. Как раз для работников столовых и тому подобных вещей. Я думаю, они будут только за. Мы по алкашке идем вперед. Вы прикиньте. Произвели 500 алкашки. Потребление 370. Стоп, это неправильный показатель. Вот, правильный. 360 произвели, 330 потребили. Но мне кажется, скорее проблема в том, что его не успели доставить просто. Вот, здесь мы уже видим реальное потребление. Да, мы произвели 600, потребили 460. И, о боже, какие они довольные сразу становятся. И еще бы. Столько бухать. Кто б довольным не был. Временно, во всяком случае. Так, дерево все-таки проседает, кстати. Дерево проседает. Одежка пытается удерживаться. Но что-то у нее не очень получается. Вообще не очень, я бы сказал даже. Но у нас кожа дохерелевом теперь. Сколько у нас? Два поля с бизонами. Каждый год мы с них срываем... Ну, в общем, 1700 кожи мы получаем в год. А 1700 кожи в перевод на производство... Где оно? 1700 кожи это больше 5000 одежды в год, по идее. Опять же, штыки. Если мы посмотрим... А что-то вы нихера не производите. А, стоп, я неправильно посчитал, да? Чуть-чуть неправильно посчитал. Потенциально мы можем производить 5000 одежды. А сейчас производим около косаря. Чуть больше. То есть там по сырью вопросов нет. Так, ребятки, вы хотели... Жить, кайфовать, не тужить, правильно? Держите, не обляпайтесь. Так, раз здесь сократим. Двас. Я думаю, вам на первое время должно хватить. А там уже как будет. Здесь почему-то дорога в три блока вышла, ну ладно. Допустим, я так и планировал. Давайте быстренько смонтируйте и всё. Всё. Просто поддавать жильё там, где оно нужно. Это самый, по-моему, рабочий вариант. Ну, типа, проще уже не будет. Единственное, что могут быть проблемы с развлекухой и всем остальным. Но мы по той же практике пойдём. Просто будем везде выставлять развлекуху, туалет и всё тому подобное. Так, по алкашке мы вышли в мегаплюс. Всё, 500 алкашки у нас на руках есть. Это замечательно. И все заселены. Конгретулейшн. Просто конгретулейшн. Везде, в принципе, рост. Единственная проблема... Да, у нас с этими харчевнями проклятыми. Боже. Уж тошнит от них. Ладно. Разберёмся. Так, по окружению. С освещением вроде бы норм. Трепет пока нет. Пространство пока что-то тоже выпендривается. Богатство у нас, естественно, отсутствует. У нас денег тупо нет. Так, трупы нигде не воняют. Строение норм дороги 80. Убийство врагов драгоценных камней. Драгоценные камни мы можем просто затарить. Они вроде бы долго портятся, да? Они вообще не портятся. Но мне кажется, это будет очень сильно привлекать товарищей извне. Что-то мне подсказать. Есть такое предчувствие небольшое. Хотя это тоже очень простой способ улучшения настроения наших жителей. Плюс 60 человек ещё хочет зайти, только от людей. Я думаю, что я за это возьмусь. Короче, побалуемся с производством пивашки. И со всем остальным. Здесь я могу даже убрать, наверное, человек 5. Побалуемся, проверим. Если всё будет работать как часики, вообще вопросов тогда нет. Так, я вот здесь лучше добавлю. Добавлю ещё троих. Так, вам дорога надо? По всей видимости, да. Я могу сюда набросать чуть-чуть от руки. Ну всё, оставляем их тогда. Проверим, что по этим. У нас закупка полная прошла по вооружению и по экипировке. Осталось чуть-чуть только оружие докупить. Ну и теперь надо обучать, получается, армию. А для армии нужно собрать сейчас тонну народу. Потом провести их всех через обучение в универе. Ну, короче, это лет 50, наверное, в игре пройдёт, пока я это всё сделаю. Но я это точно проверду. Хорошо, ребятки, пока же сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.